Ребята, привет! Меня зовут Лера, вы на канале про Америку. В сегодняшнем видео буду рассказывать вам про вещи, которые я не знала, когда переезжала в Америку, про вещи, где я неплохо так пару разочков обломалась, только потому что не знала, что меня здесь ожидает. Поэтому, если интересно, оставайтесь, смотрите до конца. Первая вещь, которой я не готовилась, когда приезжала в Штаты, это понимание того, что за квартиру нужно будет заплатить депозит. И когда приезжала сюда, я себе распланировала так бюджет, что где, на сколько я буду тратить, да, и думаю, вот за квартиру, точнее за комнату, которую я снимала, мне нужно было платить 800 долларов. Я думаю, 800 долларов, все отлично, но когда вы снимаете здесь квартиру, у вас получится заплатить депозит. В некоторых случаях это половина от стоимости квартиры, в некоторых случаях это может быть какая-то просто вообще левая сумма, а в некоторых случаях это может быть полная стоимость квартиры за месяц. В моем случае мне попросили заплатить сверху еще 800 долларов. Итого вот эти вот 800 долларов, на которые я не рассчитывала, да, пришлось отдать, а потом пришлось думать, на чем же мне там подсэкономить, да, пока я не определюсь, какие следующие растраты у меня будут возникать. Следующая вещь, которую я тоже не рассчитывала в свой бюджет, когда я его планировала, это тот факт, что если вы живете в доме, то будьте добры, еще платите за воду, за полив газончика, за стрижку газончика, если сами этого не делать, за выброс мусора, да, ну и за коммуналку. Ну ладно, коммуналку в принципе везде, но вот эти вот такие мелочи, типа выброс мусора, да, либо про то, что нужно поливать газон, если не делаете этого, и он желтеет, то с вас берут штраф, я вот не знала. К счастью, у меня были соседи, два парня, которые занимались тем газоном, потому что я даже не представляю, ну, наверное, разобралась бы, конечно, как его стричь, да, но как бы это то, чего ты не ожидаешь, когда сюда приезжаешь. Точно так же, если вы снимаете там сразу дом, то там у вас будет ряд правил выдвинут к вам, что вот нельзя ставить, например, там вот в каком-то месте баки, да, потому что мусорные, я имею в виду, потому что улица должна выглядеть красиво, если что-то у вас там некрасиво, штраф. Я даже слышала, что в некоторых районах нельзя держать открытым ваш гараж, потому что если тоже вот с виду улица выглядит некрасиво, штраф. В общем-то, штраф можно по любому поводу получить. Точно так же и за паркинг машины. Есть жилые районы, где машины должны вот стоять либо вот в одну сторону лицом, да, либо вот в другую сторону лицом, если вот все машины стоят так, и вы развернули машину и поставили, иначе штраф. Поэтому вот такие вот штуки, как правило, района, где вы живете, нужно знать обязательно, потому что уходите домой и спать, приходите, выходите из дома, видите, вашу машину эвакуировали, например, и начинаются новые проблемы. Следующий интересный факт, о котором я не знала, это то, что любой штраф, который вы получаете при вождении, например, скорость, непрестянутый этот seatbelt, ремень безопасности, телефон, его можно снять. Когда у вас абсолютно чистый ваш driving record, не знаю, как перевести, в общем-то, не были вы замечены, да, ни за чем плохим в плане вождения, то первый штраф всегда можно оспорить. Я, если честно, этого не знала, мне потом об этом рассказали ребята, что если такое происходит, вы берете эту бумажечку, идете в суд и там, ну не то что судитесь, там с ума сходите, просто объясняйте ситуацию, и первый штраф должны простить. Это, кстати, неплохо, да, в случае, если что-то такое произойдет, то можно хотя бы первый раз получить поблажку. Точно так же, что касается всех остальных штрафов, которые вы получаете при вождении, их всегда можно постараться оспорить. Если кого-то останавливает полицейский, да, то говорят, не нужно признавать вину. Например, полицейский говорит, вы слишком быстро ехали. Не нужно говорить, да, да, я слишком быстро ехал. Ну, нужно попробовать что-то там придумать, да. Я, не знаю, садил за дорогой, фокусировался на сохранной безопасной езде, да, немножечко отвлекся от спидометра. Либо там, я вот, мне нужно было обогнать эту машину, она мне закрывала вид, я там ничего не видел. В общем-то, вот такие вот штуки можно попробовать сказать, да, но если вы говорите, да, я знаю, я слишком быстро ехал, я виноват, штраф получается сразу же. И даже если полицейский все же выписывает штраф, его всегда можно оспорить, пойдя в суд, как я уже сказала. Пока вы не оплатили штраф, вами штраф не признан. Как только вы оплатили штраф, оплатили тикет, значит, все, вы признали свою вину, с этим уже ничего не поделать. Поэтому, если вы думаете, что где-то не совсем оправданно вам дали штраф, например, тут за парковки, да, могут давать штрафы, просто невероятные, и иногда такое, как бы, кажется, он неоправданным этот штраф. Вот пока вы его не оплатили, вы можете его всегда оспорить в суде. У меня таких ситуаций, к счастью, не было, но все же такое лучше знать заранее. Одна вещь, в которой я не разобралась, приехав в Штаты, это в медстраховке. Я привыкла, да, медстраховки дорогие, больницы дорогие, посещение врача дорого-дорого-дорого. В то же время я платила за медстраховку в колледже, но я думала, все равно, ну, плачу, но все равно дорого. В итоге оказалось, что мой визит к врачу стоит 20 долларов. И вот я могу пойти к врачу, заплатить 20 долларов, искать, хочу полный анализ, возьмите у меня кровь на все, проверьте у меня все витамины, все на свете, и мне это все пойдется в 20 долларов. Вот я разобралась вот этой системой только спустя год жизни в Америке, такая, серьезно, 20 долларов. Соответственно, люди, которые особенно приезжают по студенческой визе и покупают страховку от учебного заведения, эти страховки классные, они дешевые, они дешевле, чем страховки, за которые уже вы платите, если вы здесь находитесь по другой визе, либо там гринкард, либо получили гражданство. И мало того, что они дешевые, они очень крутые, да, то есть у вас там очень маленький дедактабл, у вас там дедактабл, это не важно, слишком долго. В любом случае, страховка очень удобная, в моем случае 20 долларов за визит к врачу, который может повлечь за собой полный осмотр. Однажды я попала в госпиталь и заплатила 100 долларов, я пролежала в госпитале весь день, мне делали этот МРТ, мне просто все возможные анализы там, да, и под капельницей лежала, и палату снимала, у меня там был и душ свой, в общем-то, и телевизор, да, все условия, как в кино, 100 долларов за это заплатила, потому что моя страховка, студенческая страховка была очень классная. Тоже говоря про страховки, хочу сказать, что многие ребята думают, что если нет страховки, то в больницу идти нельзя, потому что оставишь там просто всю зарплату, это не так. Когда у вас нет страховки, то вам сама больница делает 60% скидки на услугу, то есть вы идете, если там визит к врачу стоит там 500 долларов, да, то вы заплатите там 200, да, или сколько там, минус 60% скидки. К тому же 500 долларов вряд ли будет визит к осмотру, к семейному врачу, да, это специалисты, да, могут брать дороже. Точно так же есть медицинские центры, когда вы идете к какому-то специалисту, например, к человеку, который специализируется, я не знаю, там на кашле, да, либо к дерматологу, то они сразу говорят там, если вы платите кэш, то вы платите вот дешевле на столько-то. Тут тоже, в общем-то, люди любят кэш, и если опять-таки у вас нет страховки, то каждое медицинское учреждение вам сделает скидку. Когда же у вас есть страховка, то сама процедура стоит дороже, потому что с этих страховых компаний медицинские центры любят снимать больше денег, чем с человека, который пришел без страховки. Кроме того, если даже на посещение врача без страховки не хватает денег, все время можно податься на financial aid, заполнить документы, которые в случае подтверждения того, что ваш доход действительно низкий, да, смогут предоставить вам еще большую скидку, либо полностью покроют медицинское обслуживание. Вот, поэтому, короче, когда у меня в один момент не было страховки, я боялась ходить к врачу, потому что думала, что ой, нет, 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 сейчас я там все, все деньги потрачу, но оказалось не так, оказалась вообще приемлемая сумма, и за один визит к врачу заплатила всего лишь 60 долларов. Очень большая ошибка, которую совершают много ребят, приехавших в Америку, это открывать кредитные карты. Вот сразу вот вы приехали, открыли дебетовую карточку, и мне сразу кредитка нужна, я ведь хочу развивать свою кредитную историю. Это большая ошибка, потому что, если вы пытаетесь открыть кредитную карту в таких банках, как Chase, Bank of America, Wells Fargo, в таких крупных банках, вам ее не дадут, потому что прежде чем подаваться на кредитную карту, вы должны с ними поработать какое-то время, ну хотя бы, может, полгода, может быть, год, то есть у вас с ними должна быть дебетовая карта. Если же сразу подаваться на кредитную карточку, во-первых, отказ, и во-вторых, ваша кредитная оценка падает, потому что на вашей кредитной истории появляется hard query, и она падает. Что такое hard query? Про кредитную историю я рассказала в одном из своих видео, посмотрите, там максимально детально и полезно, информации очень много, но вот кредиты и кредитная история это то, что обязательно нужно знать, приезжая в США. Еще один забавный факт про Америку, который я не знала, это наличие фудбанков, банки, где бесплатно дают еду. Я не думала, что такое существует, но оказывается, да, если вы показываете, что у вас там тоже недостаточно хороший доход, вы можете прийти и набрать себе гору еды, причем это не будет там гречка, ну гречка, наверное, тоже будет, но это будет там неплохая паста, сырочек, какая-то нарезочка мясная, то есть хорошие такие продукты. Обычно, и я как знаю, по данным моей местности, я живу в Вашингтоне, здесь это все можно найти через какие-то церкви, потому что здесь очень много церквей, и очень много ребят как раз вот через такие вот организации находят себе фудбанки и питаются почти бесплатно. Так вот, возможно, если бы я знала, то я бы когда-то бы сходила бы туда, хотя бы посмотреть, что там дают, да, особенно когда я только в начале приехала, были бешеные растраты с учебой, с учебниками, может быть, тогда бы мне пригодилось, но сейчас уже я бы не пошла, потому что я считаю, что пусть эти фудбанки будут полезны для тех, у кого действительно прям очень трудная ситуация, да, не для тех, кто работает за кэш, чтобы обмануть государство, например, и попитаться бесплатно. Я не любитель таких стратегий. Следующий прокол мой, ну, даже не то чтобы прокол, это просто ситуация, которая была не готова, это я вот не особо знала про то, какие люди приезжают в Вашингтон. Оказалось, что в Вашингтоне, в штате, очень много людей разного вероисповедания. Мне кажется, это штаты, куда приезжает большинство иммигрантов по религиозной визе. Здесь вы найдете просто абсолютно разные вероисповедания, да, пятидесятники, субботники, я не очень всех знаю, поэтому назвала только две, извиняюсь. Вот, и я вот этого не знала, и когда приехала сюда, и как-то начала знакомиться с людьми, вот были такие ситуации, когда вот доходила как-то тема до религии, ты понимаешь, что разная религия, да, и тоже нужно постоянно думать, что говоришь, тоже нужно думать, как себя вести, потому что у каждого там, да, свои разные правила поведения, и так далее. И вот я честно об этом не знала, и тоже не готовилась к тому, что здесь это так, такое прям комьюнити вокруг этого строится, да, и вот если ты сюда приезжаешь и знакомишься с людьми какого-то другого вероисповедания, то очень многие люди, которых я встречала, хотят тебя к своему вероисповеданию привлечь. И из-за таких ситуаций тоже могут возникать какие-то недопонимания. Вообще религия, эта тема очень такая личная, да, не то, что хочется всегда и везде обсуждать. Ну вот, и к чему я это говорю, что нужно знать, куда вы едете, и нужно проводить какое-то исследование не только касаемо цен, но и касаемо какого-то социального фактора, да, каких людей здесь больше, какой национальности здесь больше, возможно. У меня один друг рассказывал про то, как он по work and travel выбрал город, приехал, вообще не узнал ничего про этот город. Оказалось, что это был город, где живет очень много людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он в итоге, в общем-то, в гей-баре и проработал, хотя вообще и не ожидал такого, да. Поэтому, ребята, делайте предварительный ресерч, узнавайте еще какие-то социальные факторы, место, куда вы едете, чтобы не было потом таких неловкостей. Это были мои интересные факты, о которых я не знала, когда приезжала в Штаты. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, вопросы в комментарии. Как всегда, желаю вам хорошего дня, любого ночи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok